Глава третья Существовало старинное поверье, что если не зажечь огоньки внизу, в темноте, звезды не будут знать, куда им приходить. Поэтому земной огонь на рождественской еле, подхватывая свет далеких светил, сам тоже становился звездным. Хотя до елках уже давно не зажигали настоящие свечи, заменив их яркими электрическими лампочками, они также таили в себе таинственную магию великого праздника. А еще в Рождество обязательно сбываются все желания, ведь если загадывать их, украшая рождественское дерево, они перестают быть просто надеждой, а превращаются в настоящую реальность. И если человек живет, сохраняя веру в это, и несмотря ни на что не перестает ждать чуда, звезды переселяются в его душу и в его глаза. Говорят, во время Адвента можно встретить людей со звездами в глазах, несущих в себе благословение неба. Маленькая Карла верила в это и, не потеряв еще свою детскую наивность, искала свет этих звезд на лицах всех окружающих ее людей. Но ярче всего они сияли в глазах Мельте, который в это раннее утро вместе с младшей сестрой помогал маме убирать школу. Дети до блеска вымыли большое фойе с прекрасной рождественской елью в центре, и теперь мальчик выполаскивал и отжимал тряпки, а малышка стояла рядом и наигрывала на его старенькой Nokia какую-то замысловатую мелодию. — Карла, отдай мобильный, — сказал наконец Мельте. — Отдай, батарейка сядет. Но девочка была так восхищена этим удивительным занятием, что не спешила расстаться с телефоном брата. — Удивительно, как здорово звучит музыка на такой маленькой штучке! — восторженно воскликнула она. Мальчик с любовью посмотрел на сестренку. — Однажды ты будешь сидеть за огромным белым роялем в концертном зале, полном людей! — произнес он с таким загадочным видом, будто был знаменитым предсказателем и умел видеть будущее. — А ты тогда будешь объявлять меня, Мельте? — спросила Карла, глаза которой радостно блестели. Девочка отчетливо представила себе ту картину, которую описал ее брат. — Да, я буду в смокинге и бабочке и приглашу тебя! — ответил мальчик мечтательно. И Карла улыбнулась. Ей очень нравились фантазии Мельте, всегда такие живые и удивительно светлые. Из коридора вышла Марианна, говорившая с кем-то по телефону. — Да, это носок, где они утром находят подарки. — Я дам Мельте! — женщина протянула мобильник сыну. — Твой отец, не забудь поблагодарить за подарки! — Это сделает Карла! — холодно произнес мальчик и передал телефон сестре. — Слушай, я уже сыграла двадцать шесть раз без ошибок! — радостно защепитала девочка и снова наиграла на мобильную мелодию, а потом продолжила. — Мы с Мельте устроим концерт в бабочках! Но ответом была лишь тишина. — Алло! — крикнула девочка в трубку. — Алло! — Мельте забрал у сестренки телефон и, взглянув на экран, сказал. — Ты его сбросила, Карла! — Это не считается ошибкой, это техническая проблема! — произнесла девочка совсем по-взрослому. И так комично звучали эти серьезные умные слова в устах маленькой второклассницы, что Марианна с Мельте весело переглянулись и рассмеялись. — Что? — смущенно спросила Карла, но зараженная атмосферой всеобщего веселья тоже рассмеялась. Люда сидела в бойлерной, освещенная теплым светом небольшой печки, и чистила корень топинамбура. Несмотря на запреты отца, девочка решила дать Мельте знак. Она написала имя на листке со своим изображением и оставила его на столе в комнате мальчика. И теперь юная Аниси с нетерпением ждала, что же произойдет дальше, по-прежнему искренне веря, что Мельте сможет ее увидеть. Мельте. Все последнее время девочка думала о нем, постоянно вспоминая его большие красивые глаза, в глубине которых, как яркие звездочки в темных лесных озерах, отражалась светлая и чистая душа. А Фабио в этот момент увлеченно перечислял людей, которые вместе с Саей в разные времена были хранителями соглашения. Первым был Николай Грунтвих, следующим был Карл, один из учеников Николая, затем внук Карла, потом Катрин, которая училась с внуками Карла. «Ты не видишь?» – спросил он Гибуса. «Что?» – не понял юноша. «Новый человек был близок с прошлым человеком, теперь ты понял?» – «Да», – прошептал молодой Нисси. Люда, отложив корень топинамбура, стала вслушиваться в разговор мужчин. «Надо проверить соседей и родственников Катрин. Может, она говорила с кем-то из них, и они знают о такой возможности. Так будет проще». Гибус внимательно слушал Фабио, стараясь не упустить из его слов ничего важного. «Я нарисовал на карте, где Катрин работала, где жила и где училась». Люда подошла к отцу и снова попыталась убедить его проверить ее версию. «Папа, может, посмотрим на мальчика?» «Люда, я посмотрел», – раздраженно ответил Фабио. «Они с Гибусом обсуждали такие важные проблемы, а девочка отвлекала их своими глупыми предположениями». «Мало», – прошептала Люда. «Я видел, достаточно», – категорично проговорил Нисси. И, давая понять дочери, что эта тема закрыта раз и навсегда, обратился к сыну. «Гибус, ты начнешь здесь?» «Катрин сначала жила вот тут», – сказал он и указал на дом, помеченный им на карте перега его окрестностей. А девочка разочарованно вздохнула и ушла заниматься своими делами. Ей было очень обидно от того, что отец по-прежнему не понимал ее. И не хотел ее услышать, считая маленькой и несмышленной. В то время, как Люда была абсолютно уверена, что только Мельте – единственный человек во всем мире, который может помочь Нисси. Что лишь с ним вместе она спасет маму и всех эльфов. Мальчик был все время так близко, всего в нескольких десятков метров, а отец с Гибусом теряли драгоценные дни в бесценных попытках найти нового хранителя соглашения, там, где его никогда не было. Она говорила, она пыталась их убедить, но ее, как всегда, никто не слушал. Что еще предпринять, Люда просто не знала. И, бессильно глотая горькие слезы и обиды, продолжила чистить корень топинамбура. Эмиль выбежал на школьную лестницу и осторожно осмотрелся по сторонам. Нет ли кого поблизости? Рун открыл дверь кладовки и вопросительно взглянул на своего друга. Эмиль показал ему жестом, что путь свободен и им можно выходить. «Идем», – скомандовал Рун мальчишкам, и Йохан с Симоном быстро вынесли из кладовки большую железную лестницу. Рун открыл стеклянные двери, ведущие на маленькую площадку на крыше. Здание Тюриготской школы состояло из двух частей, соединенных между собой. В первой части было три этажа, а на плоской крыше располагалась небольшая площадка для наблюдений за звездами и другими небесными объектами. Вторая часть, четырехэтажная, заканчивалась крутой покатой крышей, покрытой красной черепицей. Вот крыши четвертого этажа и приставили мальчишке лестницу. «Вот так», – довольно произнес Рун. «Когда Веди будет на крыше, ты сразу уберешь лестницу. Хорошо?» – обратился он к Эмилю. «А Веди будет там?» – спросил Йохан. «Пока не задрожит от страха!» – злорадно улыбнувшись, ответил Рун. Мальчишки посмотрели вниз. До земли было очень далеко. «Спускаться высоко», – пробормотал Эмиль. «Когда она будет хныкать и просить о помощи, мы снимем ее на видео и покажем всему классу», – сказал Рун, безумно довольный своим хитроумным замыслом. Он чувствовал себя великим стратегом, разработавшим не менее великий план. Мальчишки радостно улыбались в предвкушении очередной забавы и с уважением смотрели на своего предводителя. «Но как ты заставишь Веди залезть туда?» – глядя на крышу, спросил Эмиль. «Нам поможет Мельте!» – смеясь, ответил Рун. И глаза его дружков наполнились новой дозой немого безропотного почитания. Субтитры создавал DimaTorzok